Мне предлагали приехать в Ригу и участвовать в выставке «20 лет без СССР». Я очень благодарен за это приглашение, но и по техническим причинам, и по многим другим. Я сейчас в Ригу приехать не могу. Я хотел сказать большое спасибо всем строителям этой выставки. Я хотел пожелать сплоченности, мужества и готовности двигаться вперед к заявленной цели, сколько бы она ни казалась трудна, нереализуема, сколько бы тяжело не было. А я понимаю, как тяжело двигаться к этой цели за пределами нашей России, как тяжело тем, кто берет на себя организацию таких выставок и, соответственно, снимаю шляпу перед ними, благодарю их от всех души и желаю им всего самого доброго. Я не понимаю, как можно, вообще-то говоря, игнорировать советский период, который длился так долго. Предположим, что он будет назван оккупационным в Ватвии. Что дальше? Либо латвийский народ существует, и тогда надо признать советский период великим периодом в жизни латвийского народа, периодом, в котором латвийский народ формировал свое самосознание, свою культуру и все остальное. Он вырос за это время, он приобрел новые возможности, он оформился. Возник новый тип его отношения ко всему, что его окружает. В конце концов, великие латвиши участвовали в создании Советской России и поролись за общее дело. В конце концов, в этом деле было очень много благородного, великого и принадлежащего 21 веку. Но главное, я обращаюсь здесь и к латвийским националистам, и ко всем понимаемым конструктивным силам в Латвии. Главное, если сказать, что латвийский народ жил в грехе и зле на протяжении десятилетий, то никакой великой Латвии не будет никогда. Латвия – это больное, пораженное место, в котором будет как-то гнить и прозябать жизнь. Вы можете абсолютно не любить Москву, вы можете относиться как угодно к советскому периоду истории, но вы должны осмыслить то, что происходит сообразно и высшим целям, и интересам. Это первый вопрос, который, безусловно, входит в повестку дня. Второй вопрос. Давайте теперь посмотрим на тогдашнюю и теперешнюю латвию. Не с точки зрения полноты привалков, потому что, как мы все понимаем, они ничего не определяют, и в этом смысле я понимаю прибалтов, которые в определенный период кричали «голодные, но свободные». Так что значит «свободные»? Я смотрю на процессы, которые происходят в Армении. Армения в Советском Союзе имела две академии наук, великих ученых, великую армянскую культуру и вдохновенный порыв армянского народа, постигавшего свое прошлое и строившего свое будущее. Что есть сейчас? Армения вырвалась на новый горизонт? Нет. Это провинциальная страна, маленькая, сжатая, как она и была сжата до российского периода, между великими странами Турцией, Ираном и Россией. Что получила Армения? Неужели раз и навсегда нельзя поговорить честно? Есть маленькие страны. Идет укропнение геополитическое во всем мире. Можно назвать его концентрацией геополитического капитала. Оно же идет. Латвия становится частью Европы, которая разваливается у нас на глаза. И что в этой периферийной части Европы уготовлено Латвии? И надо ответить себе на вопрос, что лучше быть уборщиками, посудомойками и нянечками в благородной Европе, которая, между прочим, разваливается и которая скоро будет объята ого-го какими конфликтами. И уже все ясно, что это все будет, из которых будут выпрыгивать одна страна за другой. Так кем должны быть дети, внуки? Вот этими посудомойками, нянечками и уборщиками тротуаров и мест общего пользования? Или они должны быть великими физиками, театральными режиссерами, музыкантами, композиторами? Если они все равно входят в некое великое целое, то ведь место в этом целом очень важно. Давайте вспомним, какое место в этом великом целом занимала советская Прибалтика. И давайте посмотрим, какое место в другом целом, между прочим, разваливающемся, занимает Латвия сейчас. И наконец, всем уже понятно, что место это очень сильно определяется не только предаточной ролью Латвии по отношению к Европе, но и специфическим местом Латвии на сопряжении с Россией. Я не хотел бы подробно обсуждать эту больную тему, но если раньше это место Латвии в пределах СССР можно было рассматривать как нечто далекое от подвала. Латвии жили отнюдь не в подвальном этаже советского дома, то теперь роли изменились. Они изменились не только по отношению к Европе, они изменились вообще. Это означает, что социальная ситуация будет все ухудшаться, отчаяние будет нарастать, память о прошлом не будет уходить, и эту память надо будет гасить просто нацизмом. Ну хорошо, подгостили, а что дальше? Ну воспели нацистов. А как опереться-то на нацистов в деле существования суверенной независимой Великой Латвии, о которой говорили в конце 80-х годов? На них же нельзя с этим опереться. Можно превратиться в подвальный этаж какого-нибудь немецкого дома или дома тевтонских рыцарей. Но никакого самостоятельного, как бы счастливого и возвышающего состояния обрести нельзя. Значит, надо думать о будущем. Не надо все время рассматривать всех, кто говорит об этом, как людей, которые желают там кованым сапогом задушить ростки в атвийской свободе. Упаси Бог. Я скажу больше, а сейчас вообще вопрос, какого бы ни было после всего случившегося совместного бытия, он вообще очень проблематичен. Но мир меняется. Может быть, надо смотреться в контуры того инфернального разрушительного процесса, который развернулся по всей территории. Который смел с лица земли и заводы, и здравницы, и нечто большее. Высокоморальную культуру, театр и кино неразвлекательного характера. Возможность народа восходить в союзе с другими народами. Никто не говорит о буквальном повторении того, что было. Это невозможно. Даже если бы кто-то этого хотел, это все равно было бы невозможно. Я рассматриваю то, что было, как великое прошлое, в котором содержатся великие ростки будущего. Но если это умерло, то никакое полное воспроизводство того, что умерло, невозможно. Ему надо поклониться, ему надо найти все великое, его надо исправить. И тогда, возможно, восстановится все лучшее из того, что было, и возникнет что-то совсем новое. Счастье человеческого восходления. А сейчас оглянитесь вокруг. Человек жив не хлебом единым. Не количество сортов колбасы и сыра, лежащих на плевавке, определяет содержание человеческой жизни. Оглянитесь на то, как многое сметено. Посмотрите на будущее своего народа. И если вы его любите, осмыслите его прошлое не в ненавидящих, отрицающих выражениях, которые в конечном итоге этому же народу и будут адресованы. А в другом языке, в глубоком, благородном, честном и открытом будущем. Еще раз желаю успеха выставки, успеха нашим сторонникам, успеха Латвии и подлинного пробуждения национальной духовной ответственности, подлинной элиты, готовой служить народу. Спасибо.